Большая часть театральной биографии Натальи Вилькиной была связана с режиссёром Леонидом Хейфицем, с которым они встретились в театре советской армии. Но так впоследствии сложилась жизнь Хейфица, что он по идеологическим, политическим соображениям вынужден был уйти из театра. И двое актёров, Сергей Шакуров и Наталья Вилькина, тоже покинули театр. Уедем отсюда, Вера. Уедем. Вы теперь как мой брат заговорили. Я просто ляпнул, обстал это заявление, ушёл, позвонил Лёне. Говорю, Лёнь, я подал заявление, он говорит, бери две бутылки водки и приезжай ко мне. Мы жили рядышком на Сущевском вау. Потом подъехала Наташа, ну, в общем, вот так мы расстались. Ведь этот поступок, уход из театра в 70-м году молодой актрисы. Вы понимаете, это же всё-таки человек уходит в безработицу. Я думаю, что Наташа не одинокий в этом смысле человек, который может бросить всё и уйти в никуда для того, чтобы начать, для того, чтобы понять, что на самом деле с тобой происходит. Да, она человек стихийный была, да. Стихийный, безусловно. И приняла эту стихию как единственное возможное существование своей индивидуальности. Она не вписывается в нормальные определенные рамки, по которым можно определить человека по тем или иным степеням или категориям, не знаю. В ней всё было, но преобладал ум. У неё мозги были сумасшедшие просто. Я всё время хотел с ней поработать, потому что думал, как же с ней справляется режиссура. Она очень эмоциональная женщина, очень умная, вот такая остросексуальная. И у неё, как бы сказать, у неё при всей аналитичности ума женское эмоциональное какое-то состояние могло опрокинуть любую конструкцию, любую идею. Когда мы начали работать, я столкнулся с тем, что она, во-первых, она умнее меня. И это мучительное чувство для режиссёра, когда ты имеешь дело с актёром, а тем более актрисой, которая знает, понимает и может анализировать и говорить гораздо глубже и серьёзнее, чем ты сам. С Наташей Вилькиной у нас только одна общая работа. Это фильм Инесса Думанян, соучастники. Но до этого мы тоже были знакомы, но не близко, но так товарищ столь. Я знал, что она хорошая, очень хорошая артистка. Знал, что она очень мощный такой, влияющий на людей организм. Но никогда не думал, что это коснётся меня. В первый съёмочный день я просто чувствовал себя с ней пацаном, ничего не умеющим. Настолько она была высока в профессии. Её краски актёрские чаще всего были очень внутренние и внешне чрезвычайно лаконичны. И поэтому многие вообще её как актрису как-то недооценивали. Им не хватало внешней яркости. Она выходила на сцену, и сцена заполнялась сразу невероятной какой-то атмосферой, потому что она не бояла себя внутренне обнажать на сцене и, может быть, доставать какие-то такие вещи из глубины, которые не каждый бы рискнул. Она никогда не боялась быть некрасивой на сцене, или ещё что-то. У неё не было никогда комплекса такого. Мужская часть всегда к ней относилась с огромной симпатией. Она при том, что у неё черты лица, я уже говорил, были как бы далёкими от такой привычной красоты. Она жутко нравилась мужикам. Она, конечно, была женщина высочайшего класса. Вот если там, знаете, у нас отсутствует сегодня понятие графиня, вот она графиня, я не знаю, княгиня. Она вот от Пушкина, но только очень самолюбивая и гордая. Заступительные экзамены в школу-студия МХАТ. Сочинение. Я беру эту тему, мой любимый актёр, и понимаю, что ни о ком другом я написать не могу. И я могу написать только о маме. И я без черновика пишу с первой до последней страницы о маме. Я была приглашена на спектакль «Таланты и поклонники» в театре имени Маяковского, где Негину играла мама, а трагика папа. Когда я смотрела спектакль и видела, как страдает мама Негина, видела её слёзы, её боль, видела, что сейчас вот-вот с ней беда случится, и никто помочь не может, а я как дура в ложе сижу и двинуться не могу. И это моё бессильное сидение был театр. И боль, и любовь, и страдание за самого дорогого мне человека. Мы познакомились с Наташей на пробах фильма «Школьный вальс». Мы почти не разговаривали о быте. Мы практически не разговаривали о каких-то таких, ну, скажем, дамских делах. Этого не было. Наташа была удивительно интересной личностью, яркой, самобытной. Наташа оказалась моей крёстной в театре. Она работала в Малом академическом театре уже в то время. Перед первым спектаклем была очень такая трепетная и замечательная сцена, которую, конечно, не забуду никогда. Наташа пришла с цветами и с куклой. Дарила мне куклу. И перед спектаклем вывела меня на сцену. Ещё зал был пуст. Она подвела меня к суфлёрской будке и поставила на колени. Там был выбит маленькими-маленькими гвоздиками крестик. Я даже не знаю, сколько лет этому крестику, но, в общем, это уже традиции такие были в театре. Она меня поставила перед этим крестиком на колени и благословила на работу. Вот такая была история трогательная. Я приступил к репетициям спектакля перед заходом солнца Гауптмана с Михаилом Царёвым в главной роли. На роль Инкин была назначена очень хорошая актриса. Уже с первой же репетиции мне стало понятно, что в роли Инкин я слышу один-единственный голос, один-единственный тембр. Я остановил работу. Я вынужден был сказать руководству Малого театра, что в роли Инкин должна быть только одна актриса, которая есть сегодня в Москве. Но эта актриса работает в театре Маяковского. Доброе утро. Вы заждались? Я привёл к нам Инкин Петерс. Естественно, женская труппа, часть, женская наша половина, была категорически против. Как? Самим играть нечего. Вдруг приводят какую-то опять актрису. Что это такое? Как бы труп ее принимала или не принимала, она всё равно доказывала, что она талант. Сядем за стол. Потом поговорим. Прошу вас, Инкин, сюда. На мое место. Я считаю, что она себя ввела абсолютно правильно в театре. Она ввела себя, в первую очередь, достойно. Понятие человеческого достоинства в ней было всегда. Она никогда не унижалась ни перед кем, и это было замечательно, на мой взгляд. А то, что это всегда рождает проблемы бытовые какие-то, это нормально, это естественно. Вы правы, Инкин, и в церкви, в венчании. Нет, Кристина, это куда веселей. Колокола кричат небу, что на земле появился новый человек. Быть может, и так. Красивая мысль. Поэзия изгнана из нашего мира. Я нахожу ее только подле вас. Для меня этот образ немножко над. Я всегда смотрела и смотрю на маму чуть снизу. И мне как бы хорошо от этой мысли, потому что мне... Это замечательно, когда у тебя есть человек, на которого ты можешь постоянно учиться. Потом в нашем доме случилась беда. Умер неожиданный дед, мамин папа. Он умер в воскресенье в 9.30 утра. У мамы в этот день был утренний спектакль, господа Головлевы. Спектакль трудный, где почти каждая картина заканчивается чьей-то смертью. Где поют за упокой. Где все должно разорвать сердце. Мы все просили отменить спектакль. Но мама сказала, нельзя. Нас учили, что актер не приходит на спектакль только в случае своей собственной смерти. И ушла играть.